Для Ракицкого забитый мяч стал первым в текущем сезоне, всего 30-летний украинский защитник провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, заменивший в основном составе Андрея Луниева, провел третий матч в Лиге чемпионов, в предыдущих двух, которые состоялись в рамках группового турнира в сезоне 2015-16. Петербургская команда одерживала победы, над бельгийским «Гентом» 2 к 1, и французским «Леоном» 3 к 1. На 82-й минуте вместо аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дрюсси на поле вышел словацкий полузащитник Роберт Мак, он провел первый матч в Лиге чемпионов. «Зенит» и «Лепцик» встретились в третий раз в истории, предыдущие два матча команды провели в рамках 1-8 финала Лиги Европы. В начале сезона 2017-18, тогда «Зенит» на выезде уступил со счетом 1 к 2, а в ответной встрече на домашнем стадионе сыграл в ничью, 1 к 1. Всего петербургский клуб 13 раз встречался с немецкими командами на Еврокубковой арене, 5 побед, 5 поражений, 3 ничьи. В предыдущий раз «Зенит» уступал, ведя в счете по ходу встречи в матче Лиги чемпионов, 9 марта 2016 года, когда на выезде проиграл португальской «Бенфике», 1 к 2, в рамках 1-8 финала турнира. А в групповых турнирах Лиги чемпионов в предыдущие подобное поражение «Зенит» потерпел от австрийской Аустрии в гостях 11 декабря 2013 года, когда Александр Кержаков открыл счет на 35-й минуте, но затем петербуржцы пропустили 4 мяча, 1 к 4. Липцик возглавил турнирную таблицу у группы «Г», набрав 6 очков после 3-х матчей. «Зенит» идет вторым, имея в активе 4 очка после 3-х встреч. Третье место занимает французский «Леон», 4 очка, 4-е – португальская «Бенфика», 3. Поражение «Зенита» дает шансы Португалии сместить Россию с 6-го места в таблице коэффициентов Союза Европейских футбольных ассоциаций после третьего тура Лиги чемпионов. Это произойдет, если «Бенфика» в матче с «Леоном» сыграет в ничью или одержит победу.